Глава 33. Храмы и пепел. Экстренные новости. Вся нация затаила дыхание после объявления чрезвычайного положения и отмены всех авиарейсов в Северных Соединенных Штатах и Южной Канаде. Наблюдатели на крупных авиабазах сообщают о массовой мобилизации сил Национальной Гвардии. Отсутствие официальных заявлений от представителей правительства заставляет многих предполагать худшее. Экстренные новости. Северная Дакота приготовилась к повторению нападения пришельцев, произошедшего ранее этим месяцем. После того, как было засечено множество входящих в атмосферу НЛО, предварительные расчеты показывают, что они направляются в регион, расположенный вдали от населенных пунктов, вызвав тем самым объявление чрезвычайного положения в Канаде. 19.10.22.05.2015. Лаборатории Стардаст. Дверь в лабораторию распахнулась и внутрь, подобно закованному в голубую броню потоку, вырвались сотрудники службы безопасности. Дулы штурмовых винтовок хищно прошлись по всей зоне тестирований, после чего направились в сторону Мэтта, Ланы и захваченного нарушителя. Двое бойцов достали наручники и мешок на голову для пленника, в то время как еще один проверял убитых им охранников. «Лейтинант Харрис, капрал Дженкинс, сержант Кимбли», — представился один из новоприбывших, повернувшись к двум солдатам. «Если ему и удалось заметить, как Мэтт поморщился при упоминании нового ранга, то он не стал заострять на этом внимании. Командор Брэдфорд приказывает, чтобы вы немедленно прибыли в арсенал. «Мы сопроводим вас, пока будем направляться в тюремный блок, если только вы не ранены. К слову, где доктора? Нам сообщили, что мэр Вален присутствовал в ходе инцидента». Сержант краем глаза бросил взгляд на Лану, которая придерживала пакет со льдом у наливающегося на пол лица синяка. Та махнула этим пакетом в сторону жилой зоны. Вален и ее команда обеспечивают сохранность ценных материалов. «Не беспокойтесь обо мне. Видели бы вы вон того парня?» Выдавила она из себя улыбку, и Кимбли посмотрел на то, в каком состоянии был нарушитель. «Мы знаем, как пройти в арсенал, так что...» «Никак нет, мэм!» — повернулся обратно к бойцам Кимбли. «Внутренние системы были саботированы, и нам приказано задерживать всех, передвигающихся по коридорам без эскорта, до восстановления внутренней безопасности базы». Заметив, что тщательно обездвиженного пленника переворачивают в удобную для переноса позицию, сержант дотронулся до своей гарнитуры. «Центр. Лаборатория Стардаст под контролем. Харрис и Дженкинс целы. Нарушитель захвачен в плен. Ожидаемое время прибытия — две минуты». Убрав руку от уха, Кимбли направился к выходу. «Энфилд, Эрвин, Медведев, сопроводите Харриса и Дженкинс в арсенал. После чего доставьте пленника в тюремный блок и возвращайтесь сюда. Центр хочет, чтобы эти лаборатории находились под охраной в течение всей атаки». Один из упомянутых безопасников закинул пленника на плечо, двое других указали Мэтту сланой в сторону выхода. «Удачи!» — крикнул им вслед Кимбли, и его бойцы начали занимать оборонительные позиции в прилегающем к лаборатории Стардаст коридоре. К тому моменту, когда в помещении для инструктажа появился Брэдфорд, в нем уже было не протолкнуться от командиров ударных групп и отрядов безопасности. «Господа, мне нет нужды подчеркивать всю серьезность нашей ситуации!» — заявил он, и оспорить его слова не смог бы никто. Брэдфорд был закован в боевую броню, а с его плеча на ремне свисала ланс-винтовка, причем новая экипировка не причиняла ему ни малейших неудобств, что выглядело странным для офицера, которого ни один из присутствующих ни разу не видел в бою. Они были знакомы с Брэдфордом-командором, но теперь он представал для них совершенно новой стороны. Находившийся позади командора монитор ожил, и на нем появилась карта, прилегающая к базе Икском местности, которую затем раскрасили красные стрелки и точки, а также несколько изображений летательных аппаратов пришельцев. Группировка противника состоит из 12 отметок. Два класса линкор, четыре малый скаут и еще четыре крупных скаутов, плюс два неопознанных корабля. Как мы полагаем, первый является транспортом. Второй же выглядит как новый подтип скаутов, с которыми мы сталкивались ранее. Приблизительное время до начала боя 10 минут. Эскадрилья Череп уже в воздухе и ожидает приказов. Эскадрилья Алмаз присоединится к ним через 6 минут. Ожидаемое время до запуска эскадрильи Призрак 12 минут. Воздушные силы Национальной гвардии мобилизуются и прибудут примерно через 30 минут. Наземным войскам потребуется больше времени. Брэдфорд ненавидел те взгляды, что окружали его сейчас. В них не было нервного ожидания предстоящего боя, не было страха или неуверенности. Вместо них была обреченность. Спокойствие охватило собравшихся в помещении бойцов. Каждый из них пришел к одному и тому же выводу. Они все сегодня погибнут. Единственный вопрос, сколько это займет времени? Изображение позади Брэдфорда сменилось схемой базы XCOM, на которой затем подсветилось несколько зон. На дисплее указаны потенциальные точки проникновения. Первый и самый важный для нас является ангар Skyranger. Один из выходов в ангаре войдет прямо в оперативный штаб. Strike 5, 3 и 2 должны будут предотвратить прорыв с этого направления. Strike 4, 7 и 8 займут позиции у второго выхода и обеспечат безопасность межуровневых лифтов и лестниц. На дисплее появился второй набор лифтовых шахт, ведущий к строениям на поверхности. Пришельцы весьма вероятно уничтожат все наземные сооружения, какие увидят. Однако все же некоторые из них обладают грузовыми лифтами, ведущими прямо к базе. Strike 9 и 10. Вашей задачей будет обеспечение их безопасности. В случае, если удержание лифтовых шахт станет невозможным, у вас есть авторизация на их уничтожение. В случае успешного подрыва, вы будете перенаправлены на новые участки боя. Брэдфорд заметил вошедшего в помещение мэта. Поскольку и Strike 6, и Strike 1 понесли тяжелые потери в ходе предыдущей операции, а Фуджикава все еще пребывает в методделе, они будут объединены в один временный взвод под командованием лейтенанта Харриса и окажут поддержку Strike 9 и 10. Служба безопасности также ступит в бой при первой возможности. Однако сейчас они прочесывают помещение за помещением, удостоверяясь безопасности персонала базы. «В чем причина этих действий, сэр?» Прозвучал голос лейтенанта Вайса из Strike 5. Системы внутренней безопасности были саботированы. В помещении для инструктажа была взорвана бомба, а диверсант противника убил двух офицеров службы безопасности, прежде чем был нейтрализован. «Человек-диверсант!» Бессоремонно ответил Брэдфорд, и витавший в комнате фатализм сменился едва сдерживаемой яростью. «Определите термин нейтрализован!» заговорил следующим капитан Джарвис. «В захвате участвовала капрал Дженкинс», ответил Харрис вместо Брэдфорда. «Участвовала с невероятным рвением!» «Сосредоточьтесь, бойцы!» ряфнул командор, возвращая внимание собравшихся обратно к передней части помещения. «У нас восемь минут до контакта с противником. Направляйтесь к своим позициям и приготовьтесь к обороне. ТБМП уже находится в обозначенных локациях. Выдвигаемся!» Командиры отрядов покинули помещение, и Брэдфорд направился вслед за Вайсом, собирающим Strike 5. Оперативный штаб превратился из мозгового центра Икском в превосходно подготовленную зону поражения с перекрестными секторами обстрела и металлическими баррикадами, обеспечивающими хорошим укрытием две дюжины солдат. Четверка ТБМП также застрятоточилась по помещению, направив стволы своих тяжелых лазеров в сторону дверного проема. Брэдфорд занял позицию позади одной из центральных баррикад и демонстративно игнорировал взгляды бойцов. «Призрак-лидер! Это центр! Доложите обстановку!» произнес он в эфир, поднимая свою ланс-винтовку и вставляя в нее энергоблок. «Призрак-лидер! Центру! Эскадрилья-призрак в воздухе и направляется к точке рандеву! Алмазы опережают график, расчетное время их запуска — три минуты!» Брэдфорд сверился с часами. «Три минуты! Они попадут из ангаров прямо в гущу боя!» Проверив обратный отсчет, командор почесал подбородок и оглядел помещение. Солдаты проверяли и перепроверяли свое снаряжение, сопротивляясь порывам посмотреть на часы, и многие из них раскладывали вокруг себя запасные магазины и другое оборудование для более быстрого доступа. «Инженерный отдел центру!» Ожила гарнитура Брэдфорда. «Активация ТБМП завершена, все машины были оборудованы щитами РуАЯС. Теперь им удастся выдержать большую плотность огня, чем первым моделям». «Превосходно, инженерный!» «Что насчет систем безопасности?» «Неизвестно, командор!» В голосе Шенни прозвучились извиняющиеся нотки. «Думаю, можно смело сказать, что бой начнется до того, как нам удастся их восстановить». «Центр на связи, Алмаз Лидер. Мы в воздухе, направляемся к точке рандеву». «Принят, Алмаз!» «Можете вступать в бой, как только встретитесь с призраками и черепами. Приоритетными целями являются линкоры и транспорты. Если уничтожение этих целей будет невозможным, любой ценой задержите их до прибытия подкреплений. «Удачи, Алмаз!» «Конец связи!» Брэдфорд вновь бросил взгляд на часы на своем запястье. «Тридцать секунд плюс-минус. Сейчас или никогда?» Подумал он, и его рука зависла над подавителем. Выждав еще несколько секунд, он отключил устройство. В тот же миг его разум наводнили изображения стрельбы, крови и смерти, а у него в ушах звучали панические доклады обороняющихся. Собрав всю свою волю в кулак, командор пытался разобраться в этом хаосе настолько, насколько мог, прежде чем вновь активировать подавитель. «Центр! Всем боевым отрядам! Контакт неизбежен! Ожидайте мутонов, берсерков, крисолидов, сектоидов и как минимум одного противника с силовым полем! Экипированные этим полем существа тяжело вооружены и являются приоритетной целью. Мутоны в золотой броне обладают тяжелым оружием и инопланетными ракетными установками. Персоналу СБ перегруппироваться и занять назначенные позиции. Система вентиляции будет скомпрометирована вскоре после начала боя и, ориентирующиеся на скрытность бойцы и противника, попытаются попасть нам в тыл. Сообщайте обо всех новых типах пришельцев, с которыми столкнетесь». Выплюнутые скороговоркой инструкции были встречены секундной мертвой тишины, прежде чем командиры отрядов подтвердили их получение. «Роланд, Хармс, Саммерс! Как только двери будут открыты, запускайте по ним ракеты!» пролаял Брэдфорд, приказ троим бойцам указав на основной запасной и верхней выходы, ведущие в сторону ангара. «Солдатам с лазерными и ланцевым вооружением в первую очередь вести огонь по целям со щитами!» «Удачи, джентльмены!» Закончил командир, и перед четырьмя ТБМП вспыхнуло сияющее энергетическое поле. «Контакт через три секунды! Две! Одну!» «Он серьезно?» Неверяще спросил Финч, пока Брэдфорд объяснял, с чем именно им предстоит столкнуться. «Откуда ему это известно? Откуда он вообще знает что-либо из этого? Какого хрена?» «Захлопнись, Финч, и слушай босса!» Рефнул Лана, опередив Мэта. «Принято, центр!» Инстинктивно кивнул тот, когда командир завершил инструктаж. «Финч, будь готов запустить ракету по лифту, если что-либо полезет оттуда. Дженкинс, Джан! На вас высокоприоритетные цели, включая противников с силовым полем, чем бы те ни являлись!» Отдал необходимые приказы Мэтт, и поскольку больше он сделать ничего не мог, зарядил и перепроверил свою ланс-винтовку, после чего занял укрытие за одной из металлических баррикад. «Страйк-1» было поручено охранять один из старичных грузовых лифтов, тот самый, на котором Твайлот поднималась на поверхность с остальным персоналом проекта «Стардаст». Мэтт без труда вспомнил выражение на ее лице, когда она впервые оказалась на том складе. Дальнейшие его раздумья были прерваны щелчком активировавшихся щитов двух ТБМП, преданных в поддержку его отряду. Мэтт направил свою винтовку в сторону лифтовых створок и изо всех сил старался даже не представлять, что именно вот-вот появится из-за них. «Харрис, это Джан! Они по ту сторону створок! Сними что-то, что я не могу разглядеть!» Голова Финчи была практически полностью скрыта за расположенной плече ракетной установкой, однако Мэтт заметил, как его шлем на миг повернулся к китайцу, после чего вновь переключился на лифт. Центральная часть створок начала светиться от жара. Сперва тускло красным светом, затем ослепительно белым. Она уже начинала плавиться, когда Джан сделал один единственный выстрел. Секунду спустя дверь взорвалась градом осколков. «Открыть огонь!» Финчи отреагировал практически мгновенно. Запущенная им ракета вошла точно в появившуюся в двери дыру. Миг спустя за ней последовал поток лазерного, ланцевого и баллистического огня. ТБМП также начали вести стрельбу из всех своих тяжелых орудий. И даже через броню и одежду Мэтт почувствовал, как возросла температура вокруг. Поэтому, когда из лифтовой шахты вырвалась высокая фигура и помчалась в их сторону, игнорируя более дюжины попаданий, Мэтту едва удалось полностью осознать этот факт. Время на миг замедлило свой ход, и он смог бросить взгляд в сторону нового противника, выглядящего так, словно только что сошел со страниц научно-фантастического романа. Это был огромный металлический монстр, который, выпрямясь он полностью на своих ногах с обратным сочленением, достигал бы футов 12 в высоту. Его руки были не более чем короткими металлическими арматурами, несущими на себе по две самые большие плазменные пушки, что Мэтту когда-либо доводилось видеть. И при этом все его тело было закрыто сияющим щитом. Лазерные выстрелы отражались от него под странными углами. Пурпурные лучи ланс винтовок безобидно растворялись в нем, и Мэтт был готов поклясться, что видел, как вокруг становилось все больше и больше смятых пуль, так и не достигших своей цели. И столь же быстро, как и возникло, ощущение замерзшего времени пропало, а шагатель продолжал мчаться на них, сияя пушками. Мэтт едва удержался от потока мата, когда за здоровенный заряд плазмы ударил по металлической баррикаде, за которой он укрывался. Этот один-единственный выстрел раскалил ее до бела, второй же, скорее всего, попросту испарит ее. Остальным было не легче. Баппелла превратилась в раскаленную кучку пепла, поймав в груди еще один из зарядов, а Карвер из Страйк-6 исчез в потоке зеленого огня вместе со своим укрытием. Юки, еще один боец из Страйк-6, слишком поздно заметила подпродвижение шагателя. Тот нагнулся над ее баррикадой и взмахом одной из своих плазменных батарей отправил в полет к противоположной стене. Не замедляя ход, машина пришельцев продолжила нестись вперед, и Мэтт был прямо у нее на пути. Последний выстрел его лан с винтовки был поглощен щитом, и у Мэтта остался лишь один отчаянный вариант. «Стоять!» — прокричал боец, выкинув одну руку вперед, и на миг шагатель действительно остановился. Едва заметная золотая аура окружила его силовой щит, но через несколько секунд он продолжил упрямо продвигаться вперед. Одна из его плазменных батарей поднялась вверх, намереваясь отбросить Мэтта так же, как и Юки, однако удар так никогда и не пришел. Турели обеих ТБМП неотрывно следовали за шагателем, однако затем одна из машин развернулась на своих гусеничных траках и помчалась на таран. Хоть этой импровизированной атаки и не хватало изящества, она компенсировала это эффективностью. Тяжелая подвеска ТБМП столкнулась с ногами противника и опрокинула его. Тот впечатался в стену, и машина людей прижала его к месту. Тяжелая лазерная турель развернулась в его сторону и разрядила весь свой энергозаряд практически вплотную. Шагатель изо всех сил пытался отпихнуть прижимавший к стене мертвый груз, однако его щит пал, и лазеры начали достигать своей цели. «Страйк один в центру! Противником с силовым полем являются механизированные сиктоиды! Мехтоиды!» доложил Мэтт, когда ТБМП отъехала в сторону от изуродованного металлического тела. И не менее изуродованного сиктоида пилота. Удостоверившись, что мехтоид действительно был мертв, он повернулся обратно к лифту, и его челюсть непроизвольно отвисла. Хотя металлическому противнику и удалось пережить шквал огня благодаря технологии щита, остальные не оказались столь же живучи. Как минимум двое мутонов золотой брони лежали окровавленными тушами, а остальное пространство шахты было заполнено обожженными останками не менее полудюжных рисолидов. «Мне кажется, один из золотых планировал запустить ракету», заметил Джан, перезаряжая свою ланцвинтовку. «Я прострелил его пусковую установку через дверь». Прежде чем между ними успела бы завязаться более подробная беседа, в эфире прозвучал голос Брэдфорда. «Центр, страйк-1! Уничтожьте или выведите из строя лифтовую шахту и немедленно выдвигайтесь в восточный коридор Б-3Ф. Главная цель пришельцев находится именно там, и мы не можем позволить им заполучить ее». Звуки стрельбы и взрывов на заднем фоне не были даже близко столь беспокоящими, как новые приказы. «Что насчет страйк-9 погиб в бою в полном составе? Страйк-10 подорвал лифтовую шахту и отступил к казармам. Вы должны направиться в Б-3Ф сейчас же, лейтенант! Пришельцы хотят захватить то, что там находится, а после этого ничто не помешает им разбомбить базу с воздуха. Выдвигайтесь немедленно! «Карлок, Блейк, Финч, Бернс, сделайте, что сможете, чтобы обрушить шахту и затем направляйтесь в Б-3Ф, на восток! Дженкинс, Джан, Ромолов, со мной!» Быстро отдал приказ Мэтт, после чего развернулся и на полной скорости помчался к ближайшей лестнице. Вечер начинался так превосходно. Почти все человеческие друзья Твайлэд собрались вместе с ней. Ее разочарование от того, что Чарльзу пришлось столь быстро уйти из-за своей работы, быстро отошло на задний план, когда она поняла, о чем именно был этот фильм. Твайлэд с некоторой тревогой смотрела за отношениями между Дурслями и Гарри, однако Лана с улыбкой быстро объяснила ей, что далеко не все человеческие семьи такие. Ей также было не очень приятно наблюдать за истерикой, охватившей Дурсли из-за потока присылаемых Гарри писем, хотя бы из-за того, что она увидела отражение своей собственной иррациональности в их поведении. Описание Хогвартс-экспресса в книге было ничем по сравнению с его изображением в фильме. Она ожидала увидеть нечто вроде привычных эквистрийских поездов, однако, несмотря на то, что он так же, как и они, использовал паровой двигатель, темные землистые оттенки и стиль как двигателя, так и вагонов производили гораздо большее впечатление, чем ярко раскрашенный поезд, курсирующий между Панивилем и Контерлотом. Сам по себе Хогвартс выглядел достаточно мрачным и зловещим, чтобы вызвать у Твайлэд воспоминания о ее сражении с Нейт Мирмун, но все эти ощущения быстро пропали, когда герой фильма оказался внутри. И изнутри замок оказался великолепен. Постепенно раскрывающийся фильм можно было описать лишь одним словом – восхитительный. Да, Твайлэд не очень понравилось, что некоторые детали были упущены, а диалоги изменены, но эти проблемы попросту меркли рядом с тем ощущением чуда, которое этот фильм вызывал у нее. Она спросила раз десять, как им удалось это сделать без магии, прежде чем Джоэл поставил кино на паузу и попытался объяснить ей принципы компьютерной графики. Это чудо на миг сменилось страхом, когда перед ними развернулась сцена с убитым единорогом, который лишь усилился при виде гибели того, кого нельзя называть. По книге она знала, что и он, и его носитель-человек были невероятно злые, и, вероятнее всего, никогда не смогли бы исправиться, но все же убивать их. Твайлэд решила отодвинуть эти заботы на задний план и просто досмотреть фильм, когда дверь отворилась, и целая куча событий произошла одновременно, вне зависимости от того, сколько усилий она прикладывала. Ей никак не удавалось понять, что именно случилось. В лабораторию позади Мойера вошел человек, которого она ни разу до этого не видела. Его улыбка была теплой и дружелюбной, даже несмотря на то, что он направлял что-то в сторону единорожки. Прозвучавший хлопок был достаточно громким, чтобы заставить уши Твайлэд заболеть, и миг спустя Лана запустила стол в сторону двери. Стол оказался шире ее, однако он все равно представил необходимую заминку, за которой женщина буквально пролетела расстояние, разделявшее ее и этого человека. Когда мужчина ударил Лану, и та упала на пол, Твайлэд начала было подниматься на ноги, чтобы сделать что-то, однако затем замерла на месте, увидев ее лицо. Единорожка привыкла к улыбкам, дразнилкам и буквально читающейся в ее глазах пинки-пай. Но то, что скрывалось во взгляде пытавшейся встать Ланы, было эмоцией, которую Твайлэд описать не могла. Меньше чем через 10 секунд она вновь вступила в схватку. Хруст ломающихся костей лишь прибавил ужас разворачивающейся сцене, и Твайлэд увидела, что рука, ключица и лодыжка неизвестного мужчины были сломаны невероятно жестоко и эффективно. Когда Лана прижала его к полу, единорожка заметила двух других людей, лежавших в лаборатории. На обоих были те же униформы, что и на Мэте с Ланой, и оба явно были мертвы. — Мэт? — спросила Твайлэд, пытаясь осознать то, что только что увидела. — Мэт все объяснит. Он всегда знает, что происходит, верно? Она оторвала взгляд от тела с мольбой и посмотрела на своего друга. Ее страх стал лишь еще сильнее, когда она увидела в его глазах то же выражение, что и у Ланы. Миг спустя оно бесследно исчезло, но все же оно там было. Раненый человек что-то и прокричал, но Твайлэд не обратил на это ни малейшего внимания, вновь и вновь пытаясь заставить мозаику, развернувшись перед ней сцены, ложиться в единую цельную картину. Глухой звук удара в головы этого мужчины о пол вызвал у нее нервную дрожь, а выражение лица Ланы лишь прибавило к тому чувство отрешенности от реальности, что испытывала единорожка. Как все дошло до этого? Куда подевалась улыбка Ланы? Куда подевалась уверенная усмешка Мэтта? И зачем Мойра это делает? Продолжала спрашивать себя Твайлэд, в то время как Мойра ударила мужчину по лицу, прежде чем Мэтта тащила ее обратно в жилую зону. Мэтт, он... он очень сильно ранен. Начала было произносить Твайлэд, но ее слова резко оборвались, когда он повернулся к ней. — Твайлэд, этот человек пытался убить нас всех! — бессоремонно заявил он, опуская Валин. — Я знаю, что тебе не нравится ветраненных людей, но в данной ситуации были либо мы, либо он, и мы с Ланой с готовностью сделали бы это снова, поскольку на кону стояли жизни наших друзей. Пожалуйста, просто оставайся здесь с докторами, и мы во всем разберемся. Обещаю, я вернусь! — произнес мужчина, после чего, выбив обломки из дверного проема, покинул ее жилище. — Кто эти люди и что они сделали с моими друзьями? — пронеслось в голове Твайлэд. Вот уже несколько месяцев она пыталась собрать все кусочки пазла воедино. Мэтт с Ланой были хорошими друзьями. Хотя дразилки последние порой здорово все осложняли, а намерения Мэтта заставили ее столкнуться с таким стрессом, с которым прежде ей ни разу не приходилось иметь дело. Однако оба они были хорошими людьми, хорошими друзьями, они были добры. А добрые люди не могут столь сильно ранить других, верно? Но Мэтт с Ланой смогли. А Мойра даже напала на того человека, когда тот уже был связан. Ни одна из ее подруг дома никогда бы не сделала ничего подобного. И за все проведенное в Кантерлоте время ей ни разу не доводилось видеть взгляда у гвардейцев. Твайлэд. Вопрос едва не заставил ее подпрыгнуть от удивления. Как оказалось, Ким присел рядом с ней на кровати и смотрел на нее с искренним беспокойством во взгляде. И единорожке потребовала вся ее сила воли, чтобы не разрыдаться прямо на месте. Как они могли так поступить? Они всегда столь добрые и дружелюбные. Но они так сильно поранили того человека, не колеблись ни на миг. Вырвалось у нее через несколько долгих секунд. Они просто напали на него. Я знаю, что он начал первым. И что все случилось столь быстро. Ким сидела и продолжала слушать, пока Твайлэд вываливал на нее все свои проблемы и вопросы. И наконец ответила. Боюсь, я не знаю лежащую за этим событием психологию. Фрэнк смог бы лучше меня объяснить ее. Однако ответ мне все же известен. Солдаты, такие как Мэтт и Лана, в ходе своей работы вынуждены принимать решения мгновенно. Любой миг колебаний может стоить кому-то жизни. Что до того, как они ведут себя с тобой при нормальных обстоятельствах, уверяю тебя, это то, кем они являются на самом деле. То, чему ты только что была свидетельницей, это было нечто вроде отрешенности. Когда они делают то, что должны делать в ходе своей работы, им приходится проводить грань между ней и собой. Если они этого не делают, ну я думаю, она сама постепенно приходит к ним. Как и к каждому из нас. В голове у единорожки возник образ ее брата. Неужели Шайнингу приходится постоянно скрывать нечто подобное внутри? Он же всегда был моим большим братом. Но я ни разу не видел его за те два года, что провела в Паневиле. И он никогда не рассказывал, чем занимался в гвардии, пока мы были вдали друг от друга. Твайлд рассеянно спрыгнулась с кровати и направилась к рабочему столу. Найдя на стене изображение белого единорога, она начала задумчиво смотреть на него. Неужели ты скрывал этот взгляд от меня, Шайнинг? Неужели тебе приходилось убивать, и ты... Ты не хотел пугать меня. Что ж, не знаю, как насчет вас, но я умираю от жажды. В соседнем помещении есть вода. Никто еще не хочет? Спросил Джоэл с наигранной веселостью, направившись в сторону выхода из жилой зоны. Доктор Миллс, произнесла Мойера первые слова с момента ухода Мэтта. Мой планшет находится на моем рабочем месте в лаборатории. Можете, пожалуйста, захватить его на обратном пути? Высказав свою просьбу, Мойера поднялась со стула и встала возле Твайлэд. Поколебавшись секунду, она присела, взглянула единорожке в глаза и улыбнулась. Ее улыбка казалась чем-то нереальным, учитывая обычный серьезный и холодный настрой исследователя и особенно в свете произошедших только что событий. Твайлэд, У меня есть хорошие новости. Начала была она, однако дальнейшие слова произнесены так и не были, поскольку Джоэл открыл дверь. В тот же миг душераздирающий рев заполнил комнату и единорожка замерла на месте. Джоэл с ужасом смотрел на дверь и медленно пятился назад. Он попытался поднять кулаки, но был просто сметен молниеносной атакой монстра. Его пронзительный крик резко оборвался, когда кошмарное создание буквально разорвало мужчину на куски. Сквозь дверной проем, мимо все еще продолжавшего избивать Джоэла монстра, прошел поток дрожащего воздуха, который затем обрел форму. Это существо немного напоминало человека. У него также было две руки и две ноги, но этим все сходство и ограничивалось. Оно было огромным и закованным в черную, как полночь, броню, а его лицо было скрыто за шлемом и забрал им из черного стекла. У него в руках находилось нечто вроде тех инструментов, что использовали Мэтт и другие солдаты, и он направил его на Ким. «Нет, нет, нет!» вопила та, пытаясь оказаться как можно дальше от двери, но залп зеленого огня, извергшийся из оружия черного гиганта, оборвал ее. Соединившись к груди ученый, он обратил в пепел все, что было выше пояса. «Найн!» выкрикнула Мойра, схватившись за стоящий позади нее стул и попытавшись использовать его, как дубину. Эта отчаянная атака резко сошла на нет, когда гигант сделал шаг вперед и ударил ее тыльной стороной ладони. Могучая сила сбила тус ног и ударила головой о зеркало, украшавшее одну из стен жилища Твайлэд. Паутина трещин зазмерилась вокруг места удара, и доктор мешковато сползла на пол. Но гигант уже не обращал на нее ни малейшего внимания, развернувшись к Твайлэд и потянувшись к ней. «Живей!» прокричал Мэтт, пулей сбегая вниз по лестнице и выходя в одно из боковых ответвлений коридора Б3Ф. Наплевав на осторожность, он помчался дальше, зашел за угол, и его глазам предстал основной коридор. Вход в лабораторию Стардас был местом настоящей бойни. Даже с такого расстояния Мэтт видел, что выживших не было. Поскольку дверь в лабораторию была вырвана с петель и лежала среди тел, не трудно было догадаться, куда направились пришельцы. Прежде чем Мэтт успел бы подойти ближе, невероятная боль вонзилась ему в череп и заставила рухнуть на колени. А клацание брони и оружия позади него подсказало, что остальные бойцы разделили его участь. Пронзительный крик раздался в коридоре, и на краткий миг солдату показалось, что это был его собственный. Сорвав шлем с головы и сжав руками виски, он с трудом поднялся обратно на ноги. Этот крик принадлежал не ему, но в нем буквально чувствовалась боль, отчаяние, злость и... и ярость. С трудом переставляя ноги, он поднял винтовку и направился к дверному проему. Бросив краем глаза взгляд на идущих следом нему Лану, Джана и Ромалова, он зашел за угол и начал штурмовать лабораторию. «Матерь Божья!» едва слышно прошептала Лана, увидев, что осталось от Ким и Джоэла, а также избитое тело Вален у зеркала. «Страйк один в центру! Противник пробился в лаборатории Стардаст! Ким Нго, Джоэл Милс и Мойер Вален мертвы! Основная цель пропала!» — резко доложил Мэтт, направляясь к дальнему углу помещения. Спустя долгие несколько секунд тишины Брэдфорд ответил. «Принято, Страйк один! Начинайте прочесывать все уровни и отбейте цель! Мы не можем позволить ей попасть в руки врага!» «Никак нет, сэр! Пришельцы не захватили цель!» произнес Мэтт, отвернувшись прочь от угла жилой зоны и вплавленных в пол следов копыт. Вместо этого он посмотрел на Мутона и Крисолида, каменную статую которых все еще находились в помещении. «Основная цель сбежала и да смилостивится Господь над тем, кто встанет у нее на пути!» Он как раз собирался покинуть лабораторию, когда чья-то рука схватила его за ногу. «Гребанное дерьмо!» вырвался Мэтт, развернувшись к телу Вален с ланцвинтовкой на изготовку, лишь для того, чтобы увидеть, как та смотрит в ответ сквозь заливающую глаза кровь. «Центр!» «Мойра Вален пережила нападение, но находится в критическом состоянии!» «Нам нужна медицинская бригада немедленно!» «Как раз в тот момент, когда Мэтт наклонился, чтобы как-то попытаться помочь исследователю, в эфире прозвучал доклад еще одного взвода. «Центр! ОСБ-2! Новый тип противника! Единорог! Баллистическое оружие неэффективно! Повторяю!» «Если бы кто спросил ее, что произошло после этого, Туайлот бы честно могла ответить, что не помнит ничего, кроме нескольких произнесенных ее друзьями слов и одной единственной мысли. «Либо мы, либо он. Это мог быть я, это могли быть мои друзья, или же я мог сделать выбор за него. Любой миг колебаний может стоить кому-то жизни». И Туайлот потратила секунду на колебания. Она позволила страху завладеть ей, и из-за этого ее друзья погибли. Они погибли из-за нее. Может, она и не являлась непосредственной причиной их смерти, но у нее были силы спасти их. Но она не спасла. Но этого больше не повторится! Она остановит их всех! Это было не обещание, поскольку обещание можно нарушить. Это было не предсказание, ведь предсказания бывают лживы. Это была констатация факта. И Туайлот воплотит его в этом мире. Исчезла робкая ученица, изучавшая магию. Исчезла потерянная и растерянная маленькая девочка. Вместо них появилось воплощение магической энергии, у которого была лишь одна причина для существования. Она подвела своих друзей. Но больше она не подведет никого. Она остановит их всех! Хлопок вытесняемого воздуха был единственным предупреждением о том, что второй отряд службы безопасности обошли с фланга. Лейтенант Джо Мартинес был первым, кто заметил новую угрозу. В отличие от предыдущих пришельцев, с которыми приходилось сталкиваться силам Икском, вооруженных плазменным оружием и закованных в тяжелую броню, этот противник выглядел как четвероногая тень, с выступающим из головы рогом, окруженное лиловым пламенем и спокойно приближался к позициям ОСБ-2. «Нас обошли с фланга, единорог!» прокричал Джо, поднимая винтовку и приготовившись начать стрельбу. Однако в тот же миг существо с громким хлопком исчезло во вспышке света и появилось вновь посреди толпы сектоидов, с которыми его отряд сражался до этого. Волна пурпурной энергии ударила во все стороны от единорога и секунду спустя пришельцы окаменели на месте. «Центр ОСБ-2!» — крикнул Мартинес в эфир, открыв огонь по новому врагу и остальные бойцы последовали его примеру. На статуях сектоидов появились зазубрины и сколы, а те несколько пуль, что все-таки достигли своей цели, попросту испарились в окружающем неприятеле лиловом пламени. «Новый тип противника, единорог! Баллистическое оружие неэффективно! Повторяю!» Существо заметило атаку и обратило свой сияющий взор к человеческому отряду, после чего вновь со вспышкой исчезло. Восстановленные записи камер безопасности показали, что цель единорога была на один уровень ниже и в противоположном конце базы. Рой Крисолидов как раз пытался вскрыть вентиляционную шахту, когда заметил новоприбывшего. У них едва хватило времени, чтобы начать свою атаку, прежде чем и они были обращены в камень. Следующим единорога заметили ОСБ-3 и те раненые из методдела, что могли самостоятельно стоять на ногах. Солдаты как раз нырнули в укрытие, спасаясь от чего-то вроде ракеты, запущенной в их сторону. Сияющий зеленым светом снаряд выхрем промчался по коридору и сдетонировал прямо над головами защитников. Однако взрыв был быстро окружен и затушен мерцающим пурпурным пламенем. Прозвучал характерный звук телепортации, и появившийся возле мутона единорог мгновенно превратил его в статую. На записи капитан Фуджикава снова и снова приказывала своим бойцам не открывать огонь по единорогу, прежде чем тот вновь телепортировался прочь. Затем единорога повстречал арьергард Страйк-1, пытавшийся пробиться к основному отряду и прижатый огнем чужих. Трое мутонов окаменело практически мгновенно, но закрытый силовым щитом Мехтоид воздействуя оказался неподвержен. Выпустив поток плазмы в сторону нового противника, он начал продвигаться вперед. Единорог повернул к нему свою голову, словно обнаружившая цель турель, и ведущая в изолятор дверь, подобно снаряду, полетела в механизированного противника, словно железобетон и стальные стены, удерживающие ее, были непрочнее мокрого картона. И дверь, и Мехтоид пролетели сквозь четыре внутренние стены, прежде чем столкнуться со скальным основанием, окружившим внешние стены базы. Не менее дюжины схожих докладов поступили со всего объекта, прежде чем единорог столкнулся с основным составом Страйк-1 в ангаре Скайрейнджеров. «Твайлайт!» услышало оно слово, и оно показалось ей знакомым. Голос тоже был не чужим, успокаивающим и вызывающим приятные воспоминания. «Твайлайт!» Вновь прозвучало это странное слово. Нет, не слово, имя! Ее имя! Ее имя Твайлайт! А его звали... «Мэтт!» прошептала единорожка, и струящее сквозь ее тело силы иссякло. Ее рог болел, ее мозг болел еще сильнее, а все тело ощущалось так, словно она только что пробежала марафон. Она заметила звавшего ее мужчину, и на пару секунд ей удалось забыть, как именно она здесь оказалась. «Мэтт!» шмыгнула Сентвайлайт, когда у нее в груди почему-то возник тяжелое кумочайние. Что она забывает? Окровавленные когти. Пепел на кровати. Кровь, стекающая по треснувшему стеклу. «Мэтт!» Слезы беспрепятственно потекли по ее лицу, когда она вспомнила. «Они всех убили!» Струившаяся сквозь ее тело сила вновь вернулась к ней, и единорожка снова оказалась окружена лавандовым пламенем. Слезы мгновенно испарились из ее сияющих глаз, и она обратила свой взор к виднеющимся сквозь открытые створки небесам. «Я не позволю им причинить вред кому-либо еще! Не позволю!» Твайла телепортировалась прямо в небо и обозрела творившийся вокруг хаос. Человеческие летательные аппараты отважно наседали на формацию кораблей пришельцев, но раз за разом были вынуждены отступать, спасаясь от потоков зеленого огня. Еще одна группа машин людей предприняла попытку массированной атаки с противоположного направления, и в результате понесла тяжелые потери. Один из кораблей пришельцев находился на земле, и из него выгружались все новые и новые орды пришельцев, направляющиеся в сторону пылающих строений и сияющего проема, сквозь которые единорожка только что телепортировалась. Среди них была тройка сидящих на корточках механизмов, ведущих огонь по человеческим машинам лучами алой энергии и залпами чего-то напоминающего фейерверки. Сияющий взор Твайлот тщательно осмотрел каждый из них, после чего она, удостоверившись, что внутри них не было ничего живого, нанесла удар. У первого механизма не было ни малейшего шанса, поскольку единорожка телепортировалась прямо внутрь него. Произошедшее в результате перемещения материи раскололо его надвое, и появившаяся из-за обломков Твайлот обратила свой взор к остальным двум. Телекинез охватил каждую деталь второй машины от крупнейшей пластины брони до самого маленького болтика, после чего она потянула. Машина буквально развалилась по швам. Третий механизм успел повернуться к ней, но в ту же секунду исчез в лавандовой вспышке. Единорожка не обратила ни малейшего внимания на прозвучавший несколькими секундами спустя грохот, когда машина рухнула на землю. Наземные бойцы открыли по ней огонь, и она ответила потоком пурпурной энергии, оставлявшей после себя лишь окаменевшие статуи. Она уже собиралась было начать искать новые цели, когда один из кораблей и пришельцев выстрелил в ее направлении. Ударивший точно в Твайлот заряд корабельной плазмы был в тот же миг рассеян лиловым пламенем, но жар, что все-таки сумел пробиться к ней, привлек внимание. — Убирайся! Пурпурная энергия охватила весь аппарат, выбила его из формации и столкнулась с центром одного из зависших в небе массивных кораблей. Он прошел через него как нож сквозь масло и, столкнувшись затем с кормой следующего НЛО в формации, исчез за горизонтом. Теперь, когда ее внимание было привлечено к небесам, она заметила еще один корабль. Она не знала его классификации, но все же она уловила колоссальные потоки магической энергии, исходившие от одного из членов экипажа. Маги одновременно поступала к этому существу и затем не сходила вниз ко всем пришельцам, которых Твайлот еще не успела обратить в камень. Еленарушка моргнула и телепортировалась прямо на корабль, собираясь разобраться с этим созданием, но она оказалась недостаточно быстрой. Оно оказалось высоким и невероятно худым, а все его тело было закутано в алую мантию. Какие бы у него ни были лицевые особенности, они были скрыты за серебристым шлемом, который повернулся к Твайлот в то же мгновение, когда та появилась на корабле. Единорушке не хватило всего лишь мига, чтобы превратить и этого чужака в кусок камня, когда тот начал говорить. Защита Твайлот была непроницаема. Любая атака была бы встречена равным по объему количеству магической энергии, которая тут же нейтрализовала бы ее. Лишь удар невероятной магической мощи, значительно превышавший ее энергетическую емкость, имел хотя бы мизерный шанс преодолеть эту абсолютную защиту. Но ее цель заговорила, и в прозвучавших у нее в голове словах была слышна мощь миллиона голосов. Венец! Твайлот закричала, почувствовав, как это одно-единственное слово полностью сокрушило ее разум. Окружавшая ее защита замерцала и погасла. Ей приходилось прилагать неимоверные усилия просто для того, чтобы оставаться на ногах. Однако это была безнадежная борьба, и несколько секунд спустя она все-таки рухнула на пол. Дар этого существа превосходит все увиденное нами прежде. Да, он преуспеет там, где не справились мы! Твайлот отчаянно пыталась встать, сбежать, использовать магию или хотя бы легнуть приближавшуюся к ней фигуру в мантии. Единорожка чувствовала ее в своей голове. То, как она просматривала каждый миг ее жизни, и мучительно медленно анализировала его. Четыре руки появились из-под алого одеяния и потянулись к ней. Вознесение скоро нач... Но внезапно голоса в ее голове исчезли. В тот же миг, когда луч пурпурной энергии пробился сквозь пол корабля, прошел прямо через центр шлема пришельца и затем исчез в потолке. Теперь, когда ее тело вновь стало принадлежать лишь одной ей, Твайлот сумела собрать достаточное количество энергии, чтобы телепортироваться в последний раз. Это была не самая лучшая ее работа. Единорожке пришлось пролететь дюжину футов до земли. С трудом поднявшись на копыта, она увидела, как Мэтт вместе с другими людьми бегом приближался к ней. Твайлот попыталась произнести его имя, но обнаружила, что у нее пропал голос, и потому она просто побежала ему навстречу. Ее руко все ее тело адски болело после произошедших только что событий, и невероятно сильно хотелось попросту лечь и отдохнуть. Но, несмотря ни на что, она продолжала свой бег. Бах! На лице Мэтта появился ужас, и он поднял оружие в сторону чего-то, находившегося слева от единорожки. Бросай, бросай свою гробанную пушку, или я лично пристрелю тебя! Прокричал мужчина, и остальные солдаты также подняли свое оружие в том же направлении. Твайлот обернулась и увидела еще одного человека, стоявшего левее и чуть позади нее. Его униформа отличалась от всего виденного и прежде. Оливково-зеленая одежда дополнялась перевязью поперек груди, на которой было множество карманов и мешочков, а также весьма любопытная надпись «Истребительное авиакрыло 132D». В его руках было то же оружие, что едва не было применено на ней самой в лаборатории «Стардаст», и из ствола выходила тонкая стройка дыма. Однако самым шокирующим было выражение ужаса на его лице. Он боялся не Мэтта и не остальных. Он боялся ее. Твайлот открыла было рот, чтобы что-то произнести, но резкая боль в боку остановила ее. «Неужели я... Ох!» — подумала единорожка, и в тот же миг горизонт внезапно начал заваливаться в бок, а она рухнула на землю. Сквозь возникшую перед глазами пелену ей удалось увидеть, как Джан и Лана обезоруживали этого человека, все еще пребывавшего в состоянии шока. Но, несмотря ни на что, Твайлот не могла винить его. Она все еще помнила слова Чарльза. «Если мы испытываем страх, то можем напасть на его источник». Операция «Храмы и пепел» завершена.